МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». И я ее ведущий. Я верю, что мы будем иметь благословенное время. Я рад предоставить своего друга, служителя, старшего пастыря церкви, это Славик, центр Салвейшн, славянский центр спасения. Пастырь Василий Гортовел. Велкам снова. Спасибо. Как Калифорния, пастырь Василий. Погода почти одинаковая. Почти одинаковая? Да, дождь и холодно. Точно так. Ашвилл уникальный город. Всегда, когда я бываю, во-первых, я очень признателен за гостеприимство. Огромное спасибо. Спасибо. Гостеприимство, которое, пастырь, ты оказываешь, ну, это так радужно, это так по-братски, по дружбе. Погода хорошая, воздух свежий. Воздух свежий. Ты знаешь, если бы не было еще отношения братства в нас с тобой, и, наверное, и погода не так бы радовала, правда? Сто процентов. Слава Господу. Как церковь, как служение, как народ Господу? Слава Богу, нормально живем. Слава Господу. Суббота у нас праздник жатва. Праздник жатва. Мы сделали в субботу, мы в ренте, и оно легче в субботу. У нас целый день свободен. Пусть Господь благословит. Пастор, у нас с тобой будет несколько дней в эфире. Друзья, мы в прямом эфире с пастором Василием. И спасибо, пастор Василий, специально для того, чтобы быть благословением для зрителей. Ты пересек практически все Штаты Америки по воздуху. От одного берега долго. Шесть часов, наверное. Шесть часов, не меньше. Поэтому я знаю, это будет благословением для наших зрителей. Пастор Василий, есть интересная беседа. Интерес вызван к беседе тем, что мы будем говорить относительно остроты времени, в котором мы живем сегодня. Тот период, через что проходит сегодня церковь, многие семьи. Период особый. Период церкви последних дней. Это особый период. И во главу нашей беседы я положу это место. Мы беседовали с пастором до эфира как раз. Это 30-я притча. 30-я глава притчи. 24-й стих. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. 25-й стих. Муравьи народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Но летом заготовляют пищу свою. Муравьи – это такие прообразы для нас. И отсюда действительно мы будем черпать даже с этого одного стиха как много глубины для нас, для христиан. Как много Духом Святым заложено в этом прообразе, в этом примере, в этой модели, если хотите. Это модель для нас, да, пастор? Ну разве не лето благоприятное, в котором мы находимся? Вот теперь день спасения. Лето благоприятное. Значит ли это, что на пляжи все? Значит ли это, расслабиться? Значит ли это, что отдыхать? Потому что все так хорошо? Или что-то другое? Смотри, перед тем, чем мы начнем это, мне пришло на память, на днях, несколько дней назад мы имели похорону. И я имел несколько минут, только так, чтобы были гости, абсолютно три минуты. И я привел такой пример. Христос, когда посылает учеников, он говорит, идите и проповедуйте, что приближилось Царство Небесное. Это одна мысль. Вторую мысль, он говорит, может быть, что вас не примут, вам не поверят, вас выгонят в целении, то вы не сопротивляетесь. Вы выходите, если вас не примут, отрясите прах, а на прощание скажите, а Царство Божие все равно приближается. И третье, он говорит, что я приводил пример, где слуга, этот господин, виноградник, через какое-то время послал слуг своих забрать свои плоды. Как бы мы ни думали, что бы мы ни решали, как бы мы ни вели себя в жизни, Царство Божие придет, или наша жизнь закончится, автоматически оно приходит. И второе, что нам придется дать отчет. И я думаю, что Соломон, он был очень мудрый человек. Да. И я так рассуждал над этим местом, я недавно проповедовал на эту тему у себя в церкви. И смотри, есть много животных очень сильных, мощных и красивых. И благородных. И благородных. Красиво выглядят. Да, есть очень разные. Даже когда Бог беседовал с Севом, то он похвалился некоторыми. Он похвалился некоторыми красивыми. Скажет, ты влагал перья этому павлину? Ты же видел, какие красивые перья? Он говорит ему. А второе, он приводил мощных животных, ну, как бегемота он приводил. Потом лошадь он приводил, красивую, борзую, как мы говорим. Орны чего стоят. Да, очень много животных, которыми Бог, но Бог немного привел, пример, для Иова. А в этом месте почему-то Бог через Соломона, я верю, что это Бог через Соломона, нашел этих очень маленьких. И я первый, что я, когда я читаю это место, или разбираем это место, то мы понимаем, что есть много людей на этой земле, которые, может быть, они высокие, знатные, умные, но они перед Богом где-то в стороне остаются. А может быть, те люди, на которых смотрят, как мы читали здесь, ты читал за муравьей, они слабые, ничтожные, мы иногда не обращаем внимания, мы можем потоптать их, а почему-то Бог обратил внимание на этих муравьей, чтобы мы поучились от этих маленьких, а они мудрейшие, мудрых. Написано, Соломон пишет. Каким составляющим мы можем учиться у муравьев? Мы у муравьев можем учиться очень многому, очень многому. Первое, мы можем, чему мы можем учиться, тому, что они видят, они предвидят впереди. Они не живут в сегодняшнем дне, они видят вперед, смотрят вперед, вернее, как бизнесмены, умные бизнесмены, они видят вперед, они вкладывают, вкладывают, никаких доходов нет, они вкладывают, потому что он видит, если он будет год вкладывать или там сколько, и потом уже он начнет получать прибыль. А те, которые хотят сразу получать прибыль, то они сразу начинают брать, и бизнес перестает двигаться, перестает работать, потому что бизнес это укладывает, чтобы он работал. То есть, когда мы говорим, что наперед это заготавливают, Если это за лето, даже здесь Соломон говорит лето, летом заготавливают пищу свою, потому что они знают, что будет все-таки зима. Да, они. И если мы посмотрим даже, ну, давай вернемся чуть-чуть, посмотрим, как Библия, Слово Божие говорит нам о тех, как апостол Павел говорит, облако света, которые прошли перед нами. Он говорит, и он говорит, что они видели. Им было трудно на этой земле, им было нелегко, они преодолели много трудностей, как Заврама говорит, но он видел невидимое и двигался за ним. Он считал себя и был странником на этой земле только потому, что он стремился к невидимому. И в этом апостол Павел говорит, что они двигались терпением. Точно, да. Они двигались терпением. И в этом была их цель, им было нелегко, но они терпением преодолевали и ждали момента, что наконец-то все это, что трудно, что тяжело закончится, и придут времена, те, которых они ожидают. Много, мы много. И Авраам, и Ной. Ной, например, решили, что ему было легко, когда он строил, и над ним смеялись, издевались, как мы говорим. А результатом не видел. На Бегярде, где никуда дождя не было, он строит корабль. Если бы хоть возле моря, а он на Бегярде строил корабль. Что там могло быть хорошее? Но он терпел, он ждал. Бог сказал, что будет дождь. И он ждал момента, когда он закончит. И действительно, это было увенчано. Что препятствует христианину сегодняшнего дня? Смотреть в будущее и видеть чуть-чуть дальше собственного, как мы говорим, носа. Что препятствует нам? Я думаю, мы сейчас, когда мы ближе подойдем к этому морю, но смотри, что препятствует христианину на этой земле. То, что нас окружает, мы будем говорить о нас. Оно близко нам, наверное. Оно мы видим, а это не видно. Ну, если взять даже Авраама, он видел много чего на этой земле, но он проходил мимо. Он верил целью, к которой он стремился. То есть оно не привязывало? Оно не привязывало. К сожалению, мы, христиане, зачастую в наше время, на этой земле, нас привлекает то, что видимое, что сегодня, что мы можем взять, что мы можем насраждаться. А то, где мы теряем время, где мы укладываем деньги, а оно не видно, а будет или не будет, кто-то говорит, ну, проповедники за кафедр говорят, что это будет, Слово Божие читаем, будет. А в итоге дьявол нашептывает, а кто его знает? А кто его знает? Даже многие спасенные, а они сомневаются, спасены они или нет. И вот, что препятствует для христианина. И смотри, мы даже чуть-чуть вспомнили о многих этих, которые облако свидетелей, праведниках, да, которые прошли. Я верю, и я так говорю в церкви, я верю, что мы в ряду тех, которые проходили тогда, они в свое время проходили, мы проходим в это время. Я не говорю, с какими успехами мы проходим, с какими успехами. Я хотел бы, чтобы каждый, когда мы рассуждаем, или телезрители, которые слушают, то мы сами себе сделаем оценку, на каком уровне и с какими успехами мы двигаемся. Несомненно. Я так верю, что мы так делаем. Но даже мы, христиане, многие христиане даже церковь посещают редко. Бывают моменты, бывают моменты, когда задают вопрос мне, или просят помолиться, или жалеются, что их духовное состояние, не хватает веры, не хватает силы. Я первый вопрос задаю, как ты часто ходишь в церковь. Он говорит, ну, как обычно, кто-то чаще, кто-то меньше. И я говорю, а как, ты думаешь выжить, если ты так редко ходишь в церковь? Если мы будем, ну, редко, можно там поголодать 2-3 дня, но если месяц подряд голодать, голодать, то мы упадем в самый неудобный момент. То так само и духовно, и наша душа. Если мы не будем подкреплять, если мы будем голодать, то мы никуда не доберемся, мы никуда не пойдем. То главное, смотри, даже хороший пример, даже мы часто говорим о Симеоне. Мы же перед эфиром вспоминали, что он наступил момент, когда он пришел в храм, берет это дитя. По обыкновению. Иисуса по обыкновению, по обыкновению главное. Значит, его обыкновение было всегда ходить в храм. Точно, постоянно. Потому что он помнил, что он должен видеть. И я думаю, я думаю, не написано так конкретно, но я думаю, что он переживал, чтобы не пропустить того момента. Там написано, ему было сказано, Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И, наверное, вот это вот где-то... Его двигало. Двигало. Это вера, она была очень живая. Да, его двигало это. И, наверное, из года в год он ходил, ходил. И кто знает, сколько лет. И неизвестно, что ему еще говорили соседи или сосед. Да. Может, по телевизору говорили, это все ложь. Да. На Фейсбуке говорили, забудь это дело, ты видишь, состарелся и все, там никаких перспектив. Кто, значит, за откровение было? Конечно. На Ютубе тоже там ему свои, наверное, присылали по имейлу. А он все-таки, он остался тверд. Он имел свою цель, двигался. Как и Авраам, или как Заноя, мы говорили, он двигался. Зато апостол Павел пишет, что те, которые проходили, они терпение. Им в жизни нужно было терпение, чтобы достичь той цели, которой они без терпения не могли. Если терпение лопает, зато христиане, как ты говоришь, много препятствуют двигаться к цели правильно, потому что не хватает терпения. То, что впереди, то нужно терпение, может и всю жизнь, какую длинную или короткую. А то, что сейчас можно ослаждаться и жить жизнью нормальной. Зачем тратить выходные для церкви, зачем тратить на служение, зачем десятину платить, зачем работать в церкви, зачем трудиться, если можно этого ничего не делать и так само идти рядом. Почему этот муравей на свои плечи худенькие, худые плечи, почему он так много грузит? Кто-то мне говорил, наверное, ты больше исследовал эту тему, что тот вес, который он поднимает на своих худеньких плечах, намного больше, чем вес его тела. Говорят, что до 5 раз, в 5 раз может больше, в 3 раза это не сомневаться, что он берет 3 раза больше. И смотри, в какое время он работает это, ну почему Соломон привел его, что он, он там и сказал, что он думает о зиме. Он думает о зиме. Это маленькая головка, казалось бы. Мы считаем себя намного умнее. Человека намного больше. Мы имеем много информации, компьютеры, интернеты, имеем Библию и знаем, что как бы мы ни думали, как мы вначале вспомнили о Царстве Божии приближаются, что бы мы ни думали, как бы мы ни говорили, как бы мы ни рассуждали, а оно придет. Что бы мы ни думали, как бы мы ни думали, а нам придется отчитаться за нашу жизнь, что мы делали. Вернее, не то, что делали, а что не делали. Он спрашивает, почему вы не делали то, что должны были делать. Даже мы не видим, что он спрашивает, почему вы делали то или то плохое. А он говорит, почему вы не делали то. Значит, каждый христианин на этой земле, он живет для того, чтобы он что-то делал. А если мы ничего не делаем, то мы уже преступники. Если мы ничего не делаем. Если мы в церкви, ничего не делаем. Смотри, за этого муравья, давай вернемся к нему. Он думает за зиму и летом, когда хорошая погода, когда жара на улице, когда можно было отдохнуть и взять себе кусочек хлеба, там в тенек подтянуться где-то и грызть его спокойно. А он его тащит туда в нору, туда в глубину, в свою хижину или что там у него есть, норку, он туда тащит с тем умыслом, что он его подождет до зимы, а зимой он уже будет себе сидеть и спокойно не переживать, что на улицу нельзя выйти и с голоду не умрет, он будет жить. Это очень хороший пример для нас, для христианина. И еще одно, как ты говоришь, он берет, казалось бы, со стороны кто-то, если может быть и есть такое, но мы не знаем, какие у них разворы, хотя мы знаем, что весь животный мир он общается, они разговаривают как-то, то, казалось бы, муравей, ну ты с ума сошел. Ну зачем тебе такой, ты же не потянешь. А он говорит, потяну, потяну, я чуть-чуть поднатужусь, потяну, но зато зимой мне будет хорошо. Это в основном, я не хочу убедить христиан, что христиане не работают, поэтому и когда мы еще там на родине жили, то коммунисты говорили, это ж фанаткики, это ж фанаты, их садят, они умирают, их мучат, не имеют работы хорошей, а они все равно берут, трудятся, планы имеют. И в настоящее время, действительно, смотри, мы как-то рассуждали с своим сыном и говорили, если посмотреть на ту всю работу, которую христиане делают, если взять в общем миссионерскую работу в мире, то оно тяжело поверить. Миллиарды денег идут в это, расходы, и казалось бы, откуда? Кто же жертвует? Откуда они идут? И они планы имеют. Каждый миссионер, с которым мы разговариваем, с которым мы встречаемся, или даже любой христианин, он имеет стратегические планы. И даже выражается, у меня как-то, Василий Боечко, старший, был у меня в гостях, и он говорит, Василий, у меня такие планы, что я не знаю, как с них выйти. Люди такие планы ставят перед собой. Я верю, что они движимы духом святым, эти планы. И в этих планах Бог помогает. И не смотрят на возраст. И не смотрят на возраст. Не смотрят, не думают, откуда приходят. Многим задают вопрос, откуда вы берете деньги на эту работу, которую вы делаете на миссии. А он говорит, я не знаю, откуда. Мне Бог сказал, чтобы я начал. Так нас спрашивают. Мне постоянно задают этот вопрос. И всех тех, которые глобальные работы делают, им задают вопросы. Потому что мы понимаем, откуда. А вот откуда. Оттуда, что мы, как эти муравьи, христиане, он думает и перед собой имеет цель невидимое. В его разуме, в его жизни всегда перед ним то повеление Иисуса, которое он говорит, вы будете мне свидетелями. Вы должны работать. Пастор Василий, прошу прощения, в прямом эфире задам вопрос. Если не хочешь отвечать, не ответь. Не отвечай. Но я имею право на вопрос. Хорошо? Все. С первых дней нашего служения ты поддерживаешь финансами служение телеканала «Инпакт». И никто, я тебя не просил. То есть я не говорю, пастор Василий, поддерживайте наше глобальное служение. Почему ты принял это решение? Если можешь не отвечать, не отвечай. Нет. Во-первых, это очень низер, то, что я помогаю. Очень мало. Мы тоже по своему состоянию, по бюджете помогаем. А во-вторых, я понимаю, насколько это глобальная работа. Насколько это глобально. Я понимаю, что сколько людей, мы много не знаем, что делается. Но люди случайно, ну кажется случайно. Я, например, слышал свидетельство, это не американская программа, но свидетельство ли так. Рассказывает одна женщина, сестра, будем говорить, сейчас сестра. Я кинула мужа, забрала вещи, ушла в гостиницу. Включаю телевизор, проповедует, называет, какой проповедник проповедует. Включаю другой канал, то же самое проповедник говорит. И прямо мне каждый говорит. Я каждый послушал, сружила вещи в машину и ехала домой. И на сегодняшний день у нас была соверная семья. И она, и все христиане. Будь не будь этого канала, то может быть этого случая, о котором мы говорим, его бы не было. Или много, много, мы сотни примеров можем приводить. И я понимаю, как это важно, когда я, например, много езжу. И у меня всегда включен телефон, и радио МВ работает. Потому что его не надо смотреть, только слушаешь. И столько поучительного. И главное то, что когда мы слушаем эти передачи, они отвечают на запросы нашей души. Потому что нам кажется, что случайно. Но всем этим контролирует Дух Святой. Человек включает телевизор тогда, когда Дух Святой толкнули его в ключ и телевизор. Потому что у него проблема в душе. Он не видит выхода. Вдруг включает, и он получает ответы. Бывали случаи, когда даже мы с тобой были в эфире. И после этого много бывает звонков. Особенно если мы цепляем семейные темы. Точно. Люди, которые томятся, мучатся, и что не в обиду нам, служителям, но люди в своих церквях, они не могут открыться по каких-то причинам. К сожалению, не могут открыться. Потому что бывают случаи, когда они откроются, потом это узнают люди, узнает церква. И они имеют проблемы среди друзей. И поэтому люди томятся, мучатся, не могут решить. Хочется решить, они знают, как решить. И вот тут я знаю, я уверен, что когда они включают любые программы, Бог отвечает, Бог отвечает им через эту программу импакта на те запросы души, дает облегчение, украшает проблемы в их жизни. И поэтому я, если бы мог больше, я бы намного больше. Ты знаешь, пастор Васильевич, что вопрос не в том, сколько, но вопрос в том, что это делается от сердца. И вопрос того, что такие, как ты, служители, понимают важность этого служения, это уже гарантия успеха. Это гарантия того, потому что река, она складывается из маленьких ручейков. Огромный океан или море черное, оно складывается из ручейков. И вот ручейки, они из этих ручейков и складываются, как мы говорим, бюджет телеканала. Поэтому я признателен. Спасибо огромное и твоей семье, и служению, и церкви за вашу поддержку. Пастор Василий, трудолюбие муравья. Откуда у него? Это Богом заложено, это в его внутренность, в его маленькую голову, такое трудолюбие. Написано, что, ну, здесь мы прочитали, самого них причисляют к мудрейшим. Они маленькие, но мудрейшие. Значит, эту мудрость вложил, я верю, Бог вложил в их разум мудрость. Но в то же самое время, давай мы посмотрим на людей, на этой земле. Бог всех людей создал совершенными, мудрыми. Да. Но кто-то, мы видим, работает искренне, заботится и думает, как апостол Павел говорит, чтобы помочь даже тем, кто нуждается в этом. А кто-то не может заботиться о своей семье. Точно. Есть люди, которые, ну, ты же знаешь, что приходится некоторым семьям помогать. Я не говорю, что христианским. Помогать семьям только из-за того, что кто-то в этой семье ленивый или растучивый. То это малый... Или тунеядец. Или тунеядец, да. Он не думает за это. Но эти муравьи, они думают. Они думают. Несмотря на всю обстановку, он может тянет этот кусочек и приходит мимо кого-то. Ну, не муравя, а другого чего-то. А тот лежит и загорает. Но его это не слушает. Он посмотрел на него и думает, я увижу, как ты будешь загорать зимой. Смотрит. И в этом и заключается, поэтому и привел этот пример. Одно, что этот пример, который говорит, что они трудолюбивые сильно. А второе, что очень, очень для христиан, очень поучительно, что они берут сверх своей силы. Сверх силы. Тот, что ему не под силу, а он берет, тянет, мучается, он уверен, что он это сделает. Да, я как раз хотел сказать. Апостол Павел говорит, что иногда мы по силе, а иногда сверх силы. Когда-то я был в Германии, я чуть работал в Германии в 90-х годах, несколько лет, и вращались с христианами. И они говорят, что иногда сверх силы. Иногда, я тогда не понимал, говорят, иногда за одно служение мы делаем два сбора, а то и три. Но сейчас я уже знаю, что мы объявляем почти в каждом служении, мы объявляем два сбора. Два сбора. Сейчас нам понятно. То я не думаю, что это так, и это мы делаем из-за того, что у нас есть лишнее, то мы это делаем. Мы делаем из-за того, что мы понимаем, что это дело Божие, это повеление Христа. И мы понимаем, что за это время, которое нам дано, ну, нашей жизни, которая есть, что мы должны что-то сделать. Если мы не сделаем, мы будем виновны. Пусть говорят, что хотят. Пусть, ну, не хватает. Я помню, у меня очень хороший пример есть. Мы малыми росли. И тогда времена были на Украине в 60-х годах не очень-то хорошие. Ты же знаешь, какие времена тогда были. Но мой отец, он хороший пример для нас дал всех детей. Он очень старался смотреть, там, презирать сирот юдов, как написано. И как он учил нас? Он не хотел забирать, чтобы мы потом убежали, что кто-то лучше имеет. Он говорит так, слушай, смотри, скажи, у тебя есть одни штаны, у тебя есть одна обувь, а там, он называет, где, там ни одной нету. Как ты думаешь, скажи, что ты хочешь, чтобы тебе купить еще одни или понести туда? Так располагает, ребенка так располагает. И, конечно, ты говоришь, что, ну, конечно, отдай туда детское сердце, так работает. И он так делал. То это был хороший урок. И я понимаю, по сегодняшний день я это делаю, мы делаем, не зато стараемся, что лишнее есть, но зато, что мы должны это делать. А что если, вот, вопрос сверхсил, по силам это понятно, когда вопрос сверхсил, он приводит к, когда человек, burn out, по-английски есть такое слово, когда человек сгорает. Может такое быть или нет? Или если ты трудишься для Господа, ты никогда не сгоришь? Смотри, я тебе кое-что, я наведу тебе один пример. Я был в одно время, я не часто, но я был в одно время на Украине. Мы с женой решили, что, о, такую-то сумму мы берем, столько мы растратим на миссию на Украине. Ну, для пожертвования. Но когда мы с Федоровичем пошли, он одно показал, другое. Там в дом инвалидов мы зашли, а там невозможно, надо так держать, невозможно зайти. Он говорит, можно бы, там несколько палат мы пубелку сделали, а остальные надо бы делать. Я туда дал, туда дал. И уже мои деньги закончились. У меня есть две тысячи, которые передали там друзьям. Кажем, передай тем и тем. У меня в кармане есть. Они. Я потихонечку, я раздал эти. Даже те. Те, которые мне передали, я раздал. То я думаю, что это и есть сверхсила. И смотри, как Бог наблюдает. То это, что сверхсила, я понимаю, что мы даем то, чего мы даже не имеем на сегодня. Но мы уверены, что нам Бог даст. Что мы будем иметь. И смотри, как Бог следит за этим. Я когда вернулся оттуда. То есть они не обиделись на тебя, что ты не возвратил деньги? Ну, я возвратил. Возвратил. Но что я хочу сказать, как Бог смотрит на это. Подходит к мне один брат. Но он не всю сумму, он часть. Он сказал, сколько. Он говорит, так, слушай. Мне Бог сказал ночью, это простой член церкви. Мне приснилось, в осне пришел Бог. И сказал мне, что отдай Василию столько-столько, бо он, кажется, заплатил кредиткой. Ты понял, как? Ну, я же кредит такой заплатил. Я заплатил то, чего я не имел. И он говорит, мне Бог сказал. Я ему объяснил ситуацию, какая была. И он слезами на глазах отдал мне это. То есть не прогоришь никогда, если делаешь для Господа. Никогда не прогоришь. Если это делаешь с уверенностью, и не ждешь. Если мы даем, и как много людей дают, и скажи, я хочу, чтобы ты мне вернул в 10 раз или сколько. Он думает, что Бог ему вернет в 10 раз. Я сомневаюсь, что он вернет. Пастор Василий, вопрос на чистоту. Чисто только мне, скажи. Ну да, по секрету. По секрету. Никто об этом не узнает. Потому что это вне расписания нашей беседы. То есть это вне сценария. Мы об этом... Но вот я тебя слушаю. Знаю, что ты много трудишься для Господа. И в твоем служении был момент, когда... Когда... Как результат того, что ты положил себя на служение церкви. Был... Я в служении видел прекрасное строение, которое... Благодаря твоим усилиям было построено. Но затем было... Как некая несправедливость. Я считаю... По отношению к тебе. И знаю, что тебе было нелегко. И все, что ты делал, это не только ты говорил. Но мне другие люди говорили, которые около тебя... Находятся. И говорили, что... Поступили по отношению к нашему пастырю. Очень несправедливо. Так вот мой вопрос. Как тебе было понимать, что ты трудишься и по силам, и сверхсилам. И трудишься, и не изнемогаешь. Построил прекрасное церковное здание. И по отношению к себе, видя такую несправедливость. Не поколебалась ли твоя вера и доверие Богу? Господи, я же так трудился. Я созидал. Я созидаю. Почему? Я вижу со стороны вот некоторых такое недружелюбие. Ну, я тебе говорил, что это только мне говорит, по секрету. Какая, вот, проходя вот такие долины в своем служении, не опустились ли у тебя руки в трудолюбии? Давай, мы не будем говорить о мне. Да. Давай мы будем говорить... Ну, как долину тебе? Как ты проходишь долину? Мы будем говорить о тех, хотя одно или несколько из облака света, о которых мы говорили. Да, любую долину нелегко проходить. Я знаю, что это и ты уверен, и знаешь, и я знаю хорошо. И мы в нашем служении, мы проходим не одну долину. Я лично называю это, что это школа. Иногда бывает, я говорю, просто школа, а иногда суровая школа. В воскресенье у нас был один гость, который трудится в Индии. И он назвал пример у себя, рассказал пример, как облаживает навозом, как его обложили навозом. И он говорит, я сделал вывод для того, чтобы наш авторитет был растоптан, нашего ничего не было, чтобы делал только Бог. Потому что, если бы это не происходило в нашей жизни, в жизни христианина, в жизни служителей, то, может быть, наш авторитет стоял бы высоко. Бог допускает это. Да, вначале. Кстати, вначале мы вспомнили, что есть много красивых животных, зверей, сильных, но они почему-то в стороне. А Бог назвал этих маленьких умнее, которые умнее умных. Потому что, когда мы высоко, тогда Бог не может делать. Как не поколебаться все-таки и не потерпеть кораблекрушение? Мы живем, помнишь, Христос, когда перед тем, чем уйти с этой земли, Он сказал очень хорошую фразу. Она меня радует, и я говорю часто людям. Смотри, как я обращаюсь к людям. Я обращаюсь к людям и говорю так. Если я хочу утешить. Ну, это не то, что если я хочу. Оно так приходит автоматически. Это делает Бог. Что мы в ряду тех, нас Бог назвал своими детьми. Он нас спас. Не за то, что мы заслужили, а за то, что Он так захотел. Он нас спас. Назвал своими. И мы в ряду тех, на которых Он полагается. И мало этого. Он сказал, я живу, и вы будете жить. Ты понимаешь, да? Он говорит, я живу, и вы будете жить. Кажется, я буду у вас, и буду с вами. Значит, только это и помогает нам в нашей жизни двигаться, преодолевать все эти неудачи, трудности, как мы с Авраамом вспоминали. Он преодолевался. Он всегда вспоминал. Время от времени, когда он уже, я так представляю себе, когда его руки уже упускались, ему было тяжело, и Бог снова является ему. И напоминает, не решает его вопрос, а просто напоминает ему обитывание, которое ему сказал 10 лет назад. Говорит, я Бог всемогущий. Да, напоминает. И напоминает, да, эта земля будет тебе, это будет наследство, ты будешь большим правоотцом, напоминает, и Авраам дальше томится. И через определенную эру. И мы живем этой надеждой, что мы среди тех людей, за которыми следит Бог, наблюдает. И люди. Случайности нет. Люди, само собой, следят. А ангелы, которых мы не видим, невидимые, которые, ну так написано, что ангелы-хранители есть, и много других служебных духов, которые помогают христианам двигаться на этой земле. И только этим апостол Павел, кстати, он был не слабее нас, а он говорит, что я преодолеваю все это только силой возлюбившего меня Иисуса. Только он укрепляет. Иногда бывает упускается ниже, выше мы идем, но с Богом. Главное, кто-то сказал, один проповедник американский сказал, что христианин благодаря... Хорошо, что христианин спотыкается, но спотыкается вперед, а не назад. Ну, споткнулся, но все равно ближе. Поднялся, но он уже на шаг ближе. И так спотыкаясь, мы проходим путь. Главное не терять надежды. Смотри, как его. Мы уже почти ушли от муравья, но я думаю, что это очень интересно. Главное, нам не потерять цель. Чтобы нам иметь цель. Какие трудности. Ему было нелегко. И он даже допустил в некоторых случаях, ну, как с Богом споры. Вступал в споры с Богом. Говорил, если бы я мог встретиться, то я бы посвязался с Богом. Я бы поспорил за свое состояние. То, казалось бы, на первый случай, он уже неправильно рассуждал. Его руки... Видно, что его руки уже упустились. Он был... Вера у него уже не та была, которая была какое-то время назад. Но он имел цель. Главное, когда он уже выражает свою цель, то он каже, но я все равно знаю, что искупитель мой жил. Что бы ни было. И, каже, я знаю, что я его увижу. Вот, пастор Василий, говоря о очень интересном качестве в трудолюбии этого муравья, мы видим там присущий элемент братства, элемент дружбы. К нашему сожалению, при скорби не всегда мы это видим в нашем братстве, правда? И даже возвращаясь к тем примерам, через что приходится проходить пасторям и служителям, может быть, не видя вот такого единства и такого братства и поддержки друг друга, солидарности, если хотите, как мы видим в этих муравьях, как они помогают друг другу. Мы зачастую не видим этого в нашем братстве. Я-то жил в деревне и иногда приходилось, зачастую приходилось наблюдать за этими муравьями, особенно в детстве. Оно интересно. То этот муравей один тящит, потом присоединяется еще, бывает, по пять муравей. По пять муравьев тянут эту одну большую, чего-то там, крошку, большую тянут по пять муравьей. И не тянет одеяло каждый на себя, нет? Нет, не, 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 они все в одну сторону. Все в одну сторону. Да, кто тянет, кто толкает, но они тянут. Слово Божье говорит, что без этого мы не сможем, без единства. Чтобы не объединяться в деле Божьем, мы не можем. Но смотри, даже, ты вспоминал за свое служение, за импакт, то кто-то проповедует, кто-то финансирует. Но в общем, делаем одно дело, объединившись, и дело двигается. И есть результаты. Будь не объединившись, никогда этого не будет. Один человек не сделает этого. Точно. Пастор Василий, ты знаешь, как-то не в обиду будет сказано, возможно, но вижу со стороны американцев, этот феномен, он более присущ. Вот когда они вместе как-то могут, в нашем, скажем, в нашей среде, оно как-то хромает, говорят откровенно. Говорят откровенно. Оно чуть-чуть хромает. Ну, хотя есть хорошая сдвиги, хотя есть ряд проектов, которые мы вместе делаем. Церквы объединяются, какие-то союзы, для того, чтобы что-то больше, чего-то достичь, где-то углубиться в свои отношения друг с другом. Но, по большому счету, мы видим, все-таки, мы очень хромаем. Какие-то, все-таки, есть разобщения, к сожалению. Да, я поскольку знаю, может, я мало знаю, но поскольку я знаю, американцы, если они видят, что твой труд благословенный, то они еще больше тебе помогают. Точно. Наши люди, мы так, мы не будем говорить, наши люди, мы так смотрим. Если миссионер ездит на хорошей машине, хорошо одет, то мы сразу думаем, что это за наши деньги. Американцы так не смотрят. Не смотрят. Если Бог ему дает, значит, он нужен для Бога, он благословенный. И он стоит того, чтобы ему давать. Точно. И они дают еще. Точно. Но, к сожалению. Но, апостол Павел, апостол Павел, смотри, как он говорит, когда он о всеоружии говорит. Я вспомнил. То он, будучи в тюрьме, было не разу много, он наблюдал за воинами, наблюдал за римской армией, всеми этими. И он описал, какое должно быть всеоружие, какая должна быть одежда христианина. Но в этом еще кое-что есть. Воина тогда была не защищена она часть, спина. Точно. Ему нельзя было оборачиваться спиной к врагу. И второе, что те два, которые со стороны были, воины, они отвечали за его спину. Даже в Библии, мы читаем, я сейчас не готов назвать, где конкретно, но написано, что когда тот увидел, что его поражает сзади, то он заступился. Точно. То наблюдает. Это в книге царств. К сожалению, к сожалению, мы христиане, мы не можем научиться, чтобы мы так вплутную чувствовали плечо друг друга и вместе воевали. А это очень много. Если бы мы так пошли, если бы, ну, у нас сегодня не хватает времени, когда, если бы мы пошли к Саранче, пришли, к Саранче, то в Саранче там написано выступает стройно. Там есть очень-очень большая тема, есть чему поучиться, но мы сегодня туда не идем. Мы сегодня говорим о трудолюбии, мы оттолкнулись сегодня от муравья и берем пример для себя христиан, как важно нам думать о том, что мы должны делать на этой земле и о будущем. Пусть будет, как мы уже говорили, смотри, муравей, опять вернемся к муравьям. Может быть, другие, там, какие-то червячки, которые спят летом, они зимой вымирают, половина их вымирает. Да, да. Или они не живые зимой. То муравей, он мучается летом, он отработал летом, но зато он зимой благоденствует. То христиане, как мы говорим об Аврааме или других, он на этой земле, в этой жизни, пусть не роскошествует, как этот богатый, когда у Авраама Христос говорит притчу, пусть он не роскошествует, но зато он, когда придет на небо, то там написано, ты был верен в малом, войди в радость и над многим я тебя обоставлю. Зато многие философы, я так скажу, они уже делят, они знают, кто чем будет заниматься, какие там города, какие цари, какие управления, что там будет, но мы об этом не говорим, но будет разница, написано, что будет разница в наградах там. Несомненно. Несомненно, будет разница в наградах, апостол Павел заверяет семья, он себя укрепляет, и всех тех, кто рядом с ним трудятся, до него или после него, то он заверяет, что его ждет, он уверен, что его ждет награда. получается, что мы живем в период церкви последних дней, который говорит о том, что приближаются не лучшие времена, и то, что мы приобрели сегодня, то, куда мы инвестировали и делаем это сейчас, это будет большим запасом для того, чтобы использовать это в будущем. Если мы не станем и не получим от Господа вот этот заряд, вот этот динамит непоколебимости, уверенности, решительности в Боге, в Духе, в Слове, в Истине, в Победе, тогда, когда придут отнюдь не времена отрады, а тяжелые времена испытания, если этот муравей, он, как ты говоришь, он приобрел, он запасы сделал и будет эти использоваться, но если мы не имеем вот этих, не будем иметь вот этих духовных истин, когда придут тяжелые времена, сможем ли мы тогда устоять? Это серьезный вопрос. если мы не уверены, если мы не уверены, то это и говорится, вначале мы говорили, что этим людям нужно было и терпение, и вера, уверенность, им нужно было в то, Авраам, если бы не был уверенный, то он до половины пути дошел бы, а потом бы вернулся. Если бы он не был уверен, Слово Божие, но он был уверен, и Бог время от времени напоминал. Я не думаю, что мы меньше имеем напоминания, чем Авраам имел. Да, даже больше. Даже больше? Мы имеем, где не откроешь, там напоминание, где не откроешь, там напоминание. Выйдешь на дорогу, напоминание, там авария, кого-то увезли, это же напоминание. Конечно. Это же говорит, что ты можешь завтра быть на этом месте, а куда ты уйдешь, а что ты себе подготовил, а что ты сделал, а какой ты дашь ответ, а там мы вначале напоминали, что Господин, который насадил виноградник, подождал какое-то время, а потом Он послал взять плоды свои. Что это плоды свои? Это то, что Он дал нам. Здоровье Его Он дал нам. То, что мы имеем вокруг себя, хлеба, одежду и намного больше, это все от Него. Мы же это не заслужили. Мы приехали в эту страну, мы живем. Даже зачастую мы забываем, что мы христиане, потому что нас это все привлекает. Поэтому эта уверенность нами и двигает. Если у нас нет этой уверенности, то мы не будем двигаться. Ты говорил за Ива. Жизнь Ива очень интересна. Иов не имел написанного слова. У него не было. Познание о Боге он черпал через рассматривание творений. Он смотрел на звезды, он смотрел на животный, растительный мир, он смотрел на творения, и это, и все было его познание. И на свои чувства, которые он имел с Богом. Совершенно верно. Он не имел крови Иисуса Христа, то, что мы имеем. То есть, у него не было написанного слова, то, что мы имеем. У него не было пророчества, то, что мы имеем. Совершенно не было. Он не был крещен Духом Святым, как мы крещены. Но какую глубину, какое познание он имел о Боге. Какие глубокие отношения он имел с Богом. Сильно. Какие глубокие отношения он имел с Богом. Мы намного в лучшем положении и мы уступаем Иову. И главное, смотри, что очень интересно, что многие христиане, в чем многие христиане путаются, ну и запутываются, не то, что путают, а запутываются. Они стоят неверующими людьми, они разочаровываются в Боге, и они далеко не до того положения, в котором был Иов. Смотри, что получается. то мы читаем о Йове и знаем, что происходило. Мы знаем, что за кулесами проходило. Мы знаем, что дьявол встречался с Богом. Мы знаем, что они говорили. Мы знаем, что Бог разрешил дьяволу. Мы знаем, но Йов этого не знал. Конечно. И мы до конца книги не читаем, чтобы Бог ему сказал, что происходило. Он этого не знал. Совершенно верно. И Господь же не предупредил его. Иов, шесть месяцев или два года ты встретишься с трудностями серьезными. А потом будет хорошо. Он этого не знал. И он оказался верным. Плюс до этого. Смотри, что приходит слуга и говорит так. Подул ветер и сделал это. Веду тебе. Ветром кто командует? Бог, он знал. Потом и второй еще хуже. Приходит второй и каждый сошел огонь с неба. Да. Но если с неба, значит Бог. То значит Бог. Мало этого. Приходят те друзья его, и они подтверждают уже это, что это сделал Бог. А он все равно оказался верным. Он думал, я так представляю себе, он думал, что если даже Бог сделал, то если он сделал, значит так надо. Он так сказал жене. Что ты думаешь, мы хорошее от Бога принимали, а плохое нет? Он даже в некоторой мере был уверен, что это плохое пришло от Бога, а он все равно оказался верным. Да, да. И у него, как ты говоришь, у него не было тех понятий, как имел апостол Павел. Апостол Павел то говорит, что я все почитал за ссор, но у него другие отношения были. Он встретился с Богом, с Иисусом на дороге его Бог встретил, ему открыл кое-какие тайны, он видел чудеса, которые Бог провел его в жизни, он видел, что он был слеп, потом за него помолились, он прозрел, и поэтому он уже сказал, что я все почитал за ссор, но у Йова этого не было. Не было, да. У Йова не было этого. И мы, христиане, сегодня, мы не как Ио, мы как Павел, даже еще больше, чем Павел. Как Христос сказал, что если бы в Содоме и Гоморе были явлены те чудеса, которые вы видите, то они покаялись бы, с ними не произошло то, что произошло. Христос нам сказал, что, говорит, дела, которые я творю, вы больше с их творите. Вы больше. Это вообще потрясающе. Почему я вначале сказал, что мы среди тех людей, или в честь этих людей, на которых Иисус и Бог полагается, Он доверил нам очень много, очень много доверил. Не то, что мало, а Он много. Он свою работу говорит, я живу, и вы будете жить, а я буду с вами. И говорит, я завещаю вам царство. Я завещаю вам царство. А потом мало Ему этого показалось. Он еще говорит, сядете со мной на престоле и судить 12 дней в Израиль. Да, а в жизни с вами будет Дух Святой, который будет керовать вами. Там, где нам кажется случайно, это Дух Святой закеровал. Иногда люди как же встретились случайно с этим человеком, и он сказал мне о Боге и я покоялся. Это не случайно. Это Дух Святой направил. Потому что Дух Святой работает. Пастор Василий, в тебя есть телеобъектив. Все, что от Духа Святого осталось несколько минут, мне показывают, у нас 5 минут осталось. Поэтому все, что от Духа Святого для кто-то из зрителей во свете нашей беседы, всякая истина параллельна. Всякая истина параллельна. Вот то, что мы видели на примере творения Божьего, даже из самых маленьких, мы переносим это в плоскость, в духовную плоскость нашей жизни. И мы видим, кто-то видит, что я не дотягиваю, даже до муравья не дотягиваю. Кто-то проходит через испытания, через трудности, какие-то проблемы, таких много. Поэтому все, что от Господа, не скрой. Все, что ты привез сюда, не увези отсюда, хотя в нас завтра еще будет эфир. Поэтому пусть Господь благословит. Можешь обратиться прямо к твоих советах. Я хотел бы пожелать нам, с тобой, себе и всем вам телезрителям, я хотел бы пожелать, чтобы мы брали пример и были мудрейшими на этой земле. Мудрость христианина заключается в том, чтобы он полагался на Бога, чтобы он думал о будущности и понимал. В жизни христианина главное понимать, что ничего в жизни нашей не проходит случайно. Ничего не проходит случайно. Но если мы полагаемся на него, если мы доверяем ему, он проводит. Давид в свое время сказал, помнишь, он сказал, я не видел праведника уставленного и детей его просящих хлеба. Он не видел. Да, он не говорил, что не было трудностей, он даже о себе не говорил, что не было трудностей в его жизни. Но он все эти воспоминания говорил, что когда я проходил долину тени смертной, и тогда я не убоюсь, потому что он пастырь наш. И еще одно я хотел бы заверить, авторитетно заверить, что в каком положении бы мы не были. Если даже кто из вас, из нас думает, что он оставлен, или он не сможет, или он терпит поражение, то я хочу сказать, что Бог этого не хочет. Бог не хочет вашего поражения. Если Бог хотел вашего поражения, он бы не спасал. Но если он спас, он приложил столько труда, он написал наше имя у себя на дланях, он сделал или приготовил для нас место на небе, то он хочет, чтобы мы заняли, не кто-то другой, а чтобы мы заняли свое место. И поэтому я желаю вам с новыми силами укрепиться духом, с новыми силами двигаться на пути, и когда мы это сделаем, он поможет, и мы обязательно будем с ним на небесах. А это наша цель для христиан, чтобы мы, живя на этой земле, среди этих трудностей и переживаний, нелегкостей иногда, но наша цель небо. Нам хочется, дай Бог, я желаю всем, себе и вам, чтобы мы встретились с вами в небе, а там мы будем вспоминать только хорошие. Пусть Бог всех вас обильно благословит. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Будьте благословенны, оставайтесь с нами на импакте. Будьте подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...